Продолжаем наши вечерние ночные стримы, трансляции с рассказами-сказками о насекомых. Но сегодня не только о насекомых, потому что сегодня будет рассказ про муравьев и про коварного паучка. Сегодняшний стрим вечерний, на выходной. В нем участвует мой помощник Тоша и, конечно, записи вы его тоже можете увидеть на моем втором канале. А также повтор забудет записи. А справа вы можете писать также комментарии и заметки про своих насекомых, которые у вас есть дома. Итак, поехали. Сегодня мы почитаем рассказ «Коварный паучок». Павла Иустиновича Моряковского из книги «Загадочное излучение». Начинаем наш рассказ. «Коварный паучок». Я загляделся на заснеженные скалы Толгарского пика. Из-за шума горной речки не услышал крика товарища. Он бросает в мою сторону камушек и, оглянувшись, я вижу, что он размахивает руками. Как-то, наконец, разбираю слова и слышу «По дороге опять ползут муравьи». Муравьи. Хотел бы я знать, каких муравьев он имеет в виду. Ведь их так очень много. Через дорогу среди камней будто льется лавина. Это красно-бурые воины. Муравьи-амазонки. Они двигаются неторопливо, деловито, как в дальнем походе. Но добычу несут немногие. Да и она странная. Муравьи несут не гуколок, в которых потом вырастут помощники и останутся навсегда в своих работников, помощников, а несут личинок. Никогда не приходилось видеть, чтобы они добывали из чужих гнезд личинок. Видимо, муравьи, на которых было совершено нападение, уже не раз страдали от своего воинственного соседа. И у него не осталось куколок. Пока колонна добытчиков муравьев пробирается через заросли трав и кустарников, я наблюдаю за самыми передовыми разведчиками-муравьями, не несущими груза, чтобы найти их обитель. Где же их гнездо? А вот и она. На маленькой каменистой гряде среди двух рукавов речек все как на ладони. Гнездо, дом муравьев. Почти рядом с палаткой, под небольшим кустом курчавки. Здесь у входа толпятся возбужденные муравьи-помощники, отвешивают друг другу тумаки, куваркаются, подскакивают на месте и ударяют брюшком о землю. Какие-то специальные сигналы, разговоры с жестами. В воздухе над муравейником появились какие-то насекомые. На неутомимых крыльях летает крошечный белоногий наездник. Он пользуется суматохой и высматривает жертву. Когда муравьи возбуждены или сильно заняты, охота наездника наиболее удачна. Не всякий муравей ему пригодится. Иных не поймешь, они очень осторожны. Надо же выбрать того, которое редко бывает наверху. Молод и неопытен. И вот наконец появился такой. Наездник бесшумно ринулся вниз, мгновенное прикосновение иголочкой и яйцекладом, и яйцо отложено в брюшко. Муравей вздрагивает от неожиданности, мечется и, загнувшись, ощупывает себя гусиками. Но уже поздно. Яйцо наездника в его теле и участь бедняги предрешена. У муравейнику изредка пробегают небольшие шустрые паучки с темным брюшком и светло-коричневой грудью. Их окраска напоминает муравьину и, может быть, поэтому их трудно заметить. Паучков я встречаю впервые. Следовало бы к ним приглядеться. У муравьев громадное множество самых разнообразных сожителей и паразитов. Паразитов, нахлебников, симбионтов, оплачивающих своим покровителям за стол и кров как добром, так и злом. Число таких видов, по самым скромным подсчетам, уже давно перевалило за несколько тысяч. Может быть, и этот паучок имеет то же отношение к жизни амазонок. Но сейчас не до него. Уже приблизились первые разведчики муравьев и уже видна их главная лавина. Возбуждение муравьев все еще больше нарастает. Помощники бросаются навстречу своим хозяевам. Зачем и почему? Быть может, для того, чтобы подобрать случайно оброненную насечниками добычу. А муравьи амазонки, они нападают на муравейники, где живут муравьи других видов, похищают их куколок, из которых потом выходят муравьи. И они остаются в жилище амазонок на положении помощников. Колонна рыжих, красно-рыжих амазонок без задержки вливается через несколько входов в муравейник. Рабительский поход закончен и можно заняться подозрительными паучками. Как будто бы им нет никакого дела до муравьев. Бродят сами по себе, встречаются с муравьями, откакивают в стороны и удирают. Наконец-то я вижу необычную встречу муравья с паучком и не верю своим глазам. Не отрывая взгляда, поспешно ищу половинку бинокля с надетой на него лупой. Скорей бы не опоздать. А увеличительное стекло, как нарочно, запуталось в сумке и никак не вытащить. Ну вот я во всеоружии и вся картина передо мной на большом увеличении. Паучок только что приблизился к своей добыче и быстро-быстро замахал в воздухе передними лапками. Притронился ими к муравью и заскользил по его спине. А муравей приподнялся на ногах, раскрыл челюсти, чуть изогнулся, вытянул усики, наклонил голову и сомкнул челюсти. Прикосновение быстрых ног паучка как будто ему нравится. Так, наверное, муравей тоже гладят друг друга минуты отдыха и покоя. А паучок между тем все ближе прижимается к паучку. Его ноги дрожат все быстрее и быстрее, и уже не две, а четыре ноги мечутся в нежном постукивании по телу муравья. И муравей, покоренный неожиданной лаской, поглощен ею, застыл и не шевелится, лишь чуточку вздрогнул, лишь слегка подпрыгнул на месте. И в это мгновение я вижу то, чего не ожидал и никакая фантазия не в силах вообразить. Я вижу, как паучок расправил свои едоносные ключки хелицер, быстро прокалывает острыми иголочками тонкую перепонку между телом и основным члеником ноги муравья. Теперь ему достаточно доли секунды, чтобы впрыснуть капельку смертоносного яда. Муравей согнулся, поникли его чуткие усики, конвуативно вздрогнули ноги, и тело его такое стройное и красивое. Медленно-медленно повалилось на бок. Смерть завладела им в минуты наслаждения, обманной лаской коварного пучка-обольстителя. Теперь ноги хищника уже не вибрируют, и пасы гипнотизера оставлены. Личина доброжелателя паука сброшена! Схватив свою повезенную жертву за тонкую талию и сверкая глазами, он волочит ее по земле и скрывается в первой попавшейся трещинке. Сейчас он без того, уже раздувшийся, будет скоро предаваться снова обжорству. Солнце скрывается за горы. Учели погружаются в глубокую тень, муравьи прячутся, а вокруг муравейникова укромных местах засыпают их маленькие недруги. Быстро наступают сумерки. Шумит гром шумы и гром. Речки по скалистым вершинам гор, покрытых льдами и снегами, скользят красные лучи с заходящего солнца. Рано утром я встречаю зарю вместе с муравьями и слежу за ними. Горный воздух спустился с ледников вниз. Прохладно и свежо. Ну как же теперь начнут свою работу паучки? А паучков нет и как будто никогда не было. Везде не наведываюсь к муравейнику и не застаю ни одного. Но вот солнце склонилось к горам, упала на ущелье тень, и я сразу увидел нескольких коварных завсегдатаев шумного дома муравейника. Паучки не спеша бродят вокруг, но затаиваются в укромном уголке и тут быстро перебегают с места на место. Первый начал охоту большая грозная паучиха. Волниеносный бросок сзади, укус заново муравья амазонки и скачок в сторону. Амазонка муравей замерла, вытянула усики, наклонила голову, стрепенулась, взмахнула несколько раз ногами и повалилась навок. Паучиха степенно обошла погибающего муравья, и, не прикасаясь к нему, удалилась. Через 2-3 минуты, когда амазонка уже была мертва, паучиха не торопясь вернулась и для верности еще раз укусила свою жертву и утащила ее под камень. Уже никаких пасов гипнотизера, обманной ласки, просто ловкий бросок вооруженного ядом, хищника. Все оказалось не таким, как сначала, а самым обыкновенным. Ну, надо продолжить наблюдение, что же будет дальше. Вот еще нападение. Быстрый, мгновенный, почти незаметный укус, пукав самую лапку. Муравья. Муравей остановился, застыл, оглядывается вокруг. Другие муравьи как будто чувствуют, что произошло что-то неладное. Стопились около отравленного, наперебой ощупывают его усиками, будто сочувствуют. А паучок уже рядом. Наткнулся на сочувствующих, отскочил пугливо, спрятался, выждал, пока они разбрелись и вновь приблизился к добыче. Нет, он не собирается ее бросать. Опять легкое прикосновение, укус в другую ногу, еще укус, кончик брюшка муравья. Добыча побеждена. Вскрюченность и застыла. Потом такой же последний укус, основной членник передней ноги и победное шествие паука с трофеем. У другого охотника паука неудача. Умирающего муравья схватил другой муравей и волок к самому входу и там его и оставил. Паучок бродит вокруг, не может найти добычу. Другой такой же неудачник бросился догонять, хотел укусить носильщика муравья, но промахнулся и, будто сконфузившись, спрятался снова в трещину. Может быть, после того, как капелька яда первого, главного, обездвиживающего укуса, пропала в пустую, нужна некоторая передышка, чтобы вновь накопился яд в ядовитых железах. А муравьи, оказывается, знакомы с паучками. Натыкаясь на них, они гонятся за ними, свирепо раскрыв челюсти. Один паучок сталкивается головой с врагом на близком расстоянии. Они хорошо видят друг друга. Так они кружат, пока паучок, этот гнусный кусака, из-под тишка не убегает. Почувствую бесполезность и опасность нападения. Постепенно я начинаю различать самцов и самок пауков. У самцов маленькие ножки, у головы пилипальпы. На конце утолщены, и черные ноги длиннее. Брюшко тоньше и темнее. Два самца беспрестанно кружат возле самки и прогоняют друг другу. Один в боевом настроении случайно наткнулся на муравья, крошку тетрамориуса. Укусил его, убил и сразу бросил. Это так укусил, из-за злости. Но самка-паучиха не обращает внимания на ухажеров-пауков. Охотится сама, ищет удобного случая. Укусила, убила муравья и отползла в сторону. Возле умирающего муравья крутятся самцы, вцепившись в него. Неужели они не умеют сами добывать пропитание, а кормятся возле самки ее объедками? Вот какие-то ненятцы. Но законная владелица добычи возвращается, падает муравья и тащит его. Самцы не бросают добычу, уцепившись за ноги, волочатся за ней. Потом один свирепо прогоняет соперника и снова возвращается, хватается за ногу муравья. Скоро самец и самка с добычей скрываются под камнем. Я продолжаю следить за паучком. Странные они охотники. И у всех разные приемы. Придется вооружиться терпением, смотреть и смотреть. И тогда я вновь вижу то, о чем встретился раньше. Молодой паучок, еще незрелый, маленький, очень долго караулит и выбирает добычу. Наконец он дождался, выскочил из-за укрытия, укусил за лапку, пробегающего мимо, самого маленького муравья-помощника. И муравей даже не заметил, что с ним произошло. Не почувствовал укуса и не обратил внимания на паучка. Но через секунду его тело сковывает непределимую тяжесть. Он останавливается, раскрыв челюсти и взмахивает усиками. И тогда маленький паучишка, трусливый и жалкий, готовый каждое мгновение к бегству, сдрагивая, отскакивая назад, нерешительно подползает к муравью и прикасается ногами к его груди. Гладит, ласкает и щекочет его щетинки. Муравей будто успокаивается и в этот момент воострых коготка снова пускают ничтожную капельку яда в основной членик ноги. Муравья. Вот они какие, коварные истребители. Пока они малые и слабые пробегают мимо и используют обманную ласку. А потом вырастают ловкими и сильными и обходятся уже без нее. Забросив дела, я охочусь весь день за необычными паучками и с трудом ловлю их, таких чрезвычайно шустрых и прытких. Слежу за их охотничьими приемами и думаю о том, сколько тысячелетий может быть, а может быть даже миллион лет прошло с того, как эти маленькие хищники постепенно приспособились к такому сложному и коварному ребеслу охотников за муравьями. Вот такой сегодня у нас рассказ о муравьях и об их хищниках пучка, который я вам прочитал из книги Павла Юстиновича Моряковского «Загадочные излучения». Ну что ж, сегодня муравьишки и паучки в наших ночных сказках энтомолога. Продолжение следует, следите за каналом и следующие энтомологические сказки будут очень скоро. И не забывайте подписываться, тот, кто зашел в первый раз в записи или в стриме, писать комментарии, внизу или прямо сейчас пока что в стриме и заходить на нашу страничку в Патреоне и вам вечерний и ночной. Доброй ночи. Вай-вай передает мой помощник Тоша. Говорит, спокойной ночи, малыши, как говорится, и взрослые, самые, тот, кто уже взрослый, товарищ, ну или подрастающие поколения. Так что, до новых встреч на моем канале. Продолжение следует, следите за новостями.